Призвание, а не просто работа. Семь лет назад в деревне Золотилова открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Четыре года его возглавляет и оказывает первичную медицинскую помощь Ольга Найдин. Золотилова фельдшер переехала с семьей с Дальнего Востока, где 12 лет отработала в военном госпитале и столько же лет старшим фельдшером на скорой помощи. С 95-го года я уже работаю, у меня уже почти 30 лет. И я нисколько никогда в жизни не пожалела, что я пошла в медицину. Единственное, что жалею, что рано вышла замуж и хотела стать педиатром. Ну, увы. И что для меня самое главное, чтобы люди меня уважали и чтобы я им была нужна. В минувшее воскресенье в России отметили День медицинского работника. Глава округа Михаил Токарев поздравил Ольгу Владимировну с профессиональным праздником. В этом медпункте обслуживаются более 900 жителей близлежащих деревень, включая Гаврилково, Шапилово, Подушкино, Новоподушкино и рядом расположенных СНТ. Процедурный кабинет. Вот какой вообще-то работал? Ну, я, чтобы людям было удобно. Я здесь с полгосмова. Даже с 7 утра я здесь. И на полный день? Целый день. В Сергиево-Пасадском округе работает 17 фельдшерско-акушерских пунктов. В Золотиловском ФАПе есть все необходимое для оказания неотложной помощи. ФАП, который мы сегодня посещаем, это один из наших новых модульных ФАПов. Ну, у него, скажем, у этого ФАПа, а точнее у тех, кто работает в нем, а это именно Ольга Владимировна Найдин, скажем так, судьба счастливая. Но это все благодаря, конечно, хозяйке этого ФАПа, которая наполнила именно теми смыслами это здание новое. За добросовестный труд Ольгу Найдин наградили благодарственным письмом главы округа. Полина Иноземцева, Вячеслав Шумов, программа «События».